В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанные с этим работы по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовой и Полевой в рамках разработки стартового котлована продолжают устраивать его ограждающие конструкции – сваи. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. В районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской нужно закольцевать водовод. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса и потому его пришлось переносить. Кроме того, на повороте с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую переустроят трамвайные линии. Сделать это должны в первой половине февраля. В конце прошлой недели материалы уже доставили и специалисты сразу же приступили к необходимым работам. Рельсы требовалось изогнуть под нужные радиусы. При этом перекрытие движения на время переустройства не планируется. Трамвай продолжит курсировать по старому полотну, а стыковку имеющихся и новых рельсов произведут ночью. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Это необходимо для продолжения строительства и прежде всего для возведения тягово-понизительной подстанции. Но и в этот период трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что транспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работ по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомню, что когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию «Театральная», подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. Я считаю, надо потерпеть, потому что метро это все-таки город растет, развивается. Я бы хотела, чтобы у нас вообще в каждом районе было бы метро и тогда возможно даже дороги бы разгрузились бы и автомобилистам, я сама как автомобилист, было бы легче ездить. Я вообще считаю, что метро это хорошо.